у храма на улице мы можем увидеть присящего человека который подходит к нам и просит на пропитание как же нам нужно правильно поступить чтобы нас потом не обличала совесть для вашего рассуждения мы предлагаем три ситуации как правильно нужно поступить когда у тебя просят милостыню зачем ты подала ему милость сегодня я помогаю кому-то а завтра кто-нибудь мне поможет но если он эти деньги потратит на водку или сигареты бог ему судья я пришла в храм чтобы помолиться я согласен добродетель полезным для души дайте мне капюшку пожалуйста на хлеба давайте вам лучше хлеба куплю нет простите я на грех не даю подайте христоради на хлеб вот вам немножко денежек дайте хлеба с вас 20 рублей примите во славу божию спаси господи дай бог вам здоровья эти сортовки мы с вами увидели несколько ситуаций когда нужно давать милость когда нужно проявить благоразумие добродетель это важная составляющая нашей веры почему священном писании мы можем прочитать не откажи подающим и вера без добрый дел мертво есть то есть мы нашу веру подкрепляем добродетели также здесь и молитва и пост всем этим мы угождаем богу приближаясь к нему милость может быть разная не только денежку подать но в том числе подвезти допустим по дороге человека который идет не важно какая у тебя машина мы часто смотрим у кого какая машина но на самом деле господь нам дал возможность приобрести эту машину не только лишь для себя а чтобы мы могли подвести нуждавшего человека прийти к больному посетить его это тоже милость успокоить человека который допустим в слезах оказался в тяжелой какой то может быть не без выходной ситуации но в тяжелой ситуации мы утешили его много можно сделать добродетели милости потому что это угодно богу храни вас господь а он не а Продолжение следует...